В ней вечное лето, совсем нет пробок и суеты, идеальная чистота. Вот такой вскоре увидят столицу, ее гости и жители. Правда, только на макете. Мини-панораму собираются выставить на ВДНХ. Этот проект уже презентовали в Каннах, но с тех пор он серьезно изменился. 70 тысяч зданий, памятники и парки. Москву в миниатюре, которая тоже не сразу строилась, увидел Анатолий Макаров. Спасская башня с высоты не птичьего полета, а человеческого роста. Здесь и в остальном все точное московское, только меньше в 400 раз. Вот здесь даже сухари на карнизах выполнены, все наличники сделаны, и лепнина на фасаде. Чтобы макет было не отличить, даже под микроскопом нужно изучить здание с точностью до 30 сантиметров. Нас спасали панорамы, существующие в интернете, в открытом доступе. Очень много объектов в Москве, которые находятся под охраной, и туда нет доступа. И, конечно, в этом случае приходится как-то домысливать ситуацию самим. Почти тысячи квадратных метров и 70 тысяч мини-зданий. Каждая строит сначала на компьютере, затем фасады, стены и кровли вырезает специальный станок. Например, крыши у Бума вырезались у нас двое суток, и это не самое сложное. Еще несколько часов им стоит дом построить. Типовые здания клеят целыми районами, а старинные с колоннами, лепниной – это уже настоящее пластиковое зодчество. Есть детальки, которые отдельно клеятся на фасад. Это представляет какую-то сложность. Это гораздо интереснее процесс. Малая Москва идеально чистая, безлюдная и вечно зеленая. Тысячи проволочных деревьев, листва, крашеные опилки. В Москве мало елок, поэтому есть в основном какие-то стандарты. Более все упрощено. На макете вечное лето, но есть день и ночь. Подсветка интерактивная. Можно зажечь район, улицу, отдельные институты или больницы. А вот эту Москву в начале 80-х вручную вырезали из дерева. Москву-реку делали из палисандра, дома из клёна, кремлевскую стену – из красного дерева. Макет делали почти 20 лет. Начали еще при Хрущеве. Он служил архитектором своего рода лабораторией. Чтобы не закрыть какой-то интересный объект, чтобы не испортить общий панорамный вид, ставились вариантики различные на это место и фотографировалось, проверялось. Правда, долгое время деревянный город был засекречен, получился слишком точным. Новый макет еще более точный, покажут всем. Центральную часть до бульварного кольца уже возили на строительную выставку в Канне, а скоро смонтируют в одном из павильонов на ВДНХ. Анатолий Макаров, Анастасия Саховская, Михаил Ростовцев, Максим Дарочкин. Вести. Москва.